Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Мессенджеров много, это факт. Нужен ли еще один? Сейчас посмотрим. И посмотрим мы на OpenLand, который создавался для того, чтобы найти онлайн-общение по интересу. Ну то есть по идее это социальная сеть, реализованная посредством мессенджеров. В нем для этого есть возможность создавать открытые группы и запускать голосовые чаты. OpenLand дает людям быть самими собой и не быть одинокими. Это попытка вернуть внимание людям. Ну что ж, посмотрим. Я установил десктопную версию, заходим. Можно авторизоваться с помощью номера телефона или почты. Я привяжу номер. Ждем код в смс и продолжаем. А вот и первые настройки. Поставьте аву и введите имя. Заполняем. Сохраняем. Первое, куда стоит заглянуть, это настройки мессенджера. Здесь можно отредактировать профиль, все стандартно, вкратце у вас, местоположение, добавить соцсети и тому подобное. Следующее — пригласить друзей. Тут просто ссылка на ваш профиль, копируете и кидаете вашим контактам. Теперь уже ближе к заявленной теме — создать сообщество. Жмем создать, пишем название, выбираем какое у нас будет сообщество, публичное, то есть его видно в поиске или закрытое, видят только приглашенные. Можем добавить небольшое описание и жмем далее. Отмечаем тех, кого хотим пригласить в наше сообщество и создаем. Появляется меню сообщества, в нем можно добавить социальные сети, задать короткое имя для удобства поиска или привязать группу. Группа бывает двух видов — просто чат или канал. В чате все пользователи имеют право голоса на канале — вещаете только вы. Ну стандартный алгоритм. Я думаю, изобрести что-то кардинально новое тут невозможно. Далее настройки приватности и настройки уведомлений. Тут в общем тоже ничего интересного. Можем настроить оповещение по почте, если у вас нет возможности зайти в мессенджер, а вы хотите знать о новых письмах. Единственное интересное — настройка интервала. Каждые 15 минут, один раз в час, в день, в неделю. Вот это я, кстати, не припомню в других соцсетях. Бесконечные письма, конечно, напрягают. Далее настраиваем интерфейс, меняя цветовую гамму. Все. Мы подошли к платежам и первое, что бросается в глаза — мы можем привязать свою карту для удобства оплаты. А второй в глаза не бросается, но появляется в качестве вопроса. А для чего мы, собственно, эту карту привязываем? А привязываем мы ее для вступления в платные группы или каналы. Но в OpenLand вы можете не только платить, но и получать. То есть в своем сообществе вы также можете создать группу или канал с платной подпиской. Тут все зависит от востребованности вас и вашего контента. Я думаю, это главная фишка, на которой OpenLand планирует сыграть — монетизация, положенная в основу, а не появляющаяся впоследствии, как скажем в Telegram. По настройкам в принципе все. Поэтому перейдем непосредственно к мессенджеру. Заходим в чаты, в поиске забиваем название группы, например, такое сообщество как Место, которое помогает найти профильных людей, инвесторов, идейных и так далее. Как видно, чтобы попасть в сообщество, нужно подать заявку по их форме. Далее нажмем на домик и попадаем в комнаты. В комнатах создаются голосовые чаты. Вы можете пригласить друзей, коллег в свой чат и общаться голосом. Еще год назад я бы сказал вау, а сегодня скажу, ну да, как без этого. Комнаты, которые вы создаете открытые, к вам могут зайти другие люди и послушать. Заскочим на полчаса к даму. Единственное, что мы можем сделать — это помахать им. Тоже неплохой каламбур. Ни написать, ни поговорить мы не можем, пока нас не пригласят. Вернемся в чаты. В группах мы можем, как и в любом другом мессенджере, писать сообщения, отправлять фото, видео, различные файлы и даже деньги. Тут есть возможность донатить понравившейся группе. И вот, что мне безусловно понравилось — здесь можно форматировать текст. Этого не хватает в некоторых мессенджерах. Например, в телеге, когда нужно выделить какое-то слово, скажем, сделав его пожирнее. Мессенджеров много, социальных сетей тоже. OpenLens стоит между Facebook и Telegram, как говорят разработчики, а значит его нельзя назвать очередным мессенджером или очередной социальной сетью. Но, к сожалению, все определяет аудитория. Сможет ли OpenLens наполнится — будем наблюдать. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.